Я постараюсь очень-очень простым языком, так верхнеуровнево, рассказать. Я так понимаю, что у нас в зале не все специалисты в молекулярной биологии, в генетике. И, наверное, имеет смысл так очень вводными словами рассказать, что же такое генотерапия и как мы в современных условиях можем использовать технологии изменения генетической программы для лечения пациентов. Следующий слайд. Да. Ну вот очень простой слайд из школьного, по сути, учебника, что в наших клиниках находятся молекулы ДНК. Это очень длинные полимеры. И в сумме все молекулы ДНК составляют наш геном. Причем мы имеем две копии нашего генома. Одну мы получили от папы, а вторую от мамы. И с хорошей точностью можно даже представить себе, что это генетическая инструкция записана в двух наборах флешек. Я когда-то придумал, что хорошим сравнением с хромосомой является флешка. И целый набор флешек, 23 штучки нам передал папа и 23 штучки мама. И вот в каждой нашей клетке всего 23 пары таких флешек. Следующий слайд. Информация записана в ДНК четверичным кодом, в отличие от компьютеров, где, как вы знаете, двоичный код, единицы и нули. Биология выбрала чуть более плотный тип записи, четверичный код, это четыре знака. И можно, опять же, представить, что все файлы этой генетической программы представляют собой, вот гены представляют собой файлы. То, что мы называем ген, один ген, один файл. И вот наша так называемая условно Windows, наша генетическая программа, она состоит примерно из 20 или 25 тысяч файлов. Смотря, что считать файлом, ученые просто терминологически не договорились, что конкретно, вот считать геном или не геном. Ну, грубо говоря, 20 или 25 тысяч файлов. И эта генетическая программа занимает всего-то 50 мегабайт на нашем 3-гигабайтном ДНК-диске. То есть эти флешки, они в основном пустые, на 98%. Для сравнения, вот Windows, не самая современная Windows 7, она состоит из гораздо большего числа файлов и занимает гораздо большее место в русском диске. Ну и вот где, собственно, Windows, который управляет компьютером, а где наша генетическая программа, которая делает нас даже не просто живыми существами, но целыми аж людьми. А следующий слайд. У меня немножко все время мигает, то есть слайд, то нет. Какие варианты поломки генетической программы можно выделить? Очень грубо. Это наследственные, попавшие к нам от родителей, или соматические, это произошедшие в процессе нашей жизни. И наследственные поломки чаще всего вызывают моногенные или полигенные заболевания. Полигенные – это когда несколько файлов участвуют в неправильной работе операционной системы нашей. А полигенные, значит, соматические в основном вызывают онкологические заболевания. Собственно, все виды рака – это следствие поломок в наших клетках, в нашей ДНК, накопившихся в нескольких генах, как правило. И после того, как несколько генов, несколько файлов сломалось, то программа перестает работать корректно, клетка начинает жить самостоятельно, а не как часть нашего многоклеточного организма. Следующий слайд. Ну и вот, как мы можем эти генетические поломки чинить? Есть всего, грубо говоря, два подхода. Это мы можем доставить ген в клетке, то есть, опять же, по аналогии с Windows, это скопировать новый файл, работающий, внутрь программы. Или мы можем починить ген, то есть, восстановить тот файл поломанный, который уже есть, скажем так, на жестком диске. И оба подхода сегодня активно развиваются. Доставка генов – это подход, который уже больше 30 лет активно развивается, то есть, это не новая история. Но, как я покажу чуть позже, таких препаратов не так много за эти 30 лет создано. А вот история с починкой – это более такая свежая тема. Года три назад даже дали Нобелевскую премию за изобретением генного редактора конкретного CRISPR-Cas. И на сегодня уже есть препараты, которые применяют в клинических случаях для починки, для ремонта, по сути, генов при некоторых моногенных наследственных заболеваниях. Следующий слайд. Ну вот, если мы говорим про классическую генотерапию, то наиболее частым, наверное, способом доставки здоровой копии гена являются вирусные векторы. У нас параллельно была секция по невирусной доставке. Тоже очень такой распространенный подход. Можно упаковать ген в липидный шарик, можно упаковать его в какие-то наночастицы, можно упаковать в капсид от вируса. И если мы такой капсид вводим ребенку с поломанным геном, то вирус впрыскивает ген в его клетке, ген начинает работать и тем самым может излечить заболевание. Ну, для примера скажем, что точно так же работает вакцина «Спутник Ви», которую применяли в основном в 2021-2022 году для борьбы с пандемией. И на самом деле вы все получили генотерапию. Вы все сидящие в зале, кто использовал «Спутник Ви», генотерапевтизированы. Но от не от поломанного гена человека, а геном вируса, который наоборот запустил каскад реакции, чтобы ваша иммунная система узнавала этот белок. Следующий слайд. Система редактирования генома. Они тоже на сегодня, как я уже сказал, активно выходят в практическую плоскость. И первыми заболеваниями, с которыми научились бороться, это заболевание глаз, потому что проще всего достать до сетчатки глаза, впрыть, чтобы редактор в клетке сетчатки, колбочки, палочки, и починить там поломанный ген, не дав ребенку ослепнуть. При ряде заболеваний ребенок еще видит в момент рождения, но может ослепнуть в первые годы жизни из-за поломки. Следующий слайд. Ну, слайд, картинка шуточная, которая была. Значит, проблемы наследственных заболеваний. Мы знаем больше 7 тысяч наследственных моногенных нарушений. И, казалось бы, все эти моногенные заболевания, они очень редкие. Один ребенок на 100 тысяч, на миллион. Но оказывается, что суммарная частота рождения детей с каким-то поломанным геном – один ребенок на 100 новорожденных. И в России рождается около 15 тысяч детей с моногенным наследственным заболеванием. Каждый год. Причем около трети таких детей не доживают до 5 лет. И это проблема. Проблема в основном связанная с тем, что при таких заболеваниях почти не существует какой-то разумной терапии. Как можно лечить такого ребенка? Для некоторых есть, но поскольку гигантское разнообразие, тысячи заболеваний, то для большинства из них, к сожалению, лечение не изобретено. По сути, единственным подходом является как раз починка поломанного гена или доставка работающей копии гена, чтобы наша генетическая программа начала нормально работать. Следующий слайд. Ну и вот, как я уже сказал, совсем немного препаратов было разработано за 30 лет. Вот здесь некоторые перечислены. Все вы знаете, наверное, препарат Золген СМА от спинальной мышечной атрофии. Это, наверное, один из самых дорогих вообще препаратов. Один укол стоит порядка 200 миллионов долларов и спасает ребенка, у которого поломан ген, вызывающий спинальную мышечную атрофию. СММ-1. Следующий слайд. По сути, единственным выходом из ситуации с такой низкой активностью фармкомпаний является переход на изготовление препарата под конкретного пациента. Ведь почему всего лишь 20 препаратов? Неужели так сложно разработать генотерапевтический препарат? Сложно, но не настолько, чтобы их было так мало. В основном фармкомпании не идут в этот узкий сегмент как раз по причине очень высокой стоимости итогового препарата. Рынок маленький, разработка дорогая и препарат получается очень дорогой. Поэтому во всем мире, и вот в частности мы, стараемся перейти на персонализированные препараты для генной терапии. Такой препарат можно разработать, по сути, за три месяца вместе с испытаниями на безопасность на животных. И если современная регуляторика будет допускать применение такого препарата по показаниям для единственного пациента, то мы сможем довольно оперативно разрабатывать новые и новые препараты, и через какое-то время закроем стильный спектр этих моногенных наследственных поломок. Следующий слайд. Предлагаемый нами алгоритм разработки и лечения персонализированными генотерапевтическими препаратами это получение заявки от родителя, проверка по критериям адекватности нашей доставки вирусной на аденоассоциированных вирусах, изготовление доклиника на безопасность и применение конкретному пациенту по показаниям. Следующий слайд. Для того, чтобы массово внедрить персонализированную генотерапию в Российской Федерации Минздрав, запустим два федеральных адресных инвестиционных проекта в рамках научно-образовательных комплексов полного цикла. Один будет построен такой завод по производству высокотехнологичных лекарственных препаратов на территории Национального медицинского исследовательского центра акушерства и гинекологии имени Кулакова. И второй такой центр, как раз профильный для генотерапевтических препаратов, планируется построить на территории Второго меда. Это Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова. До 26-го года эти проекты планируются к завершению, и ввод их в эксплуатацию как раз даст возможность перейти на персонализированные препараты, как генотерапевтического типа, так и клеточной терапии различными видами геномодифицированных, в том числе клеток, для лечения наследственных моногенных заболеваний. Про другие подходы, связанные с применением генотерапии в онкологии, расскажут мои коллеги чуть позже, поэтому я на этом подробно не останавливался. Следующий слайд. Ну и вот, собственно, план этих двух проектов – это параллельная разработка препаратов и стройка этих небольших, ну назовем их так, фармацевтических заводов. И к запуску заводов должны быть разработаны несколько десятков препаратов, с тем, чтобы завод начал функционировать и выдавать около 200 различных препаратов в год. Спасибо за внимание.